Здравствуйте, дорогие мои зрители! Вот только что пришло сообщение от одной моей зрительницы на мой канал, что Яна специально подошла на улице сегодня ко мне, чтобы сделать, как всегда, свои грязные делишки. Ну, я и так и подумала. Я как наивная, доброжелательная глупышка. Я, конечно, когда она ко мне подошла, я остановилась, но я снимала видео, я даже перешла на другую сторону, чтобы она не подходила ко мне. А она всё равно подошла ко мне и начала мне делать видео, ой, говорить видео, прямую трансляцию, вы знаете, я не делаю монтажи, я делаю прямые трансляции. И я до сих пор болею, поэтому не очень красиво себя вижу, опухшая вся. Что случилось? Я шла по улице Центральной, где всегда хожу, гуляю, снимаю видео. Я шла себе, снимала видео, как старый наш Арбат в Москве, где Маши нету. Она шла навстречу. Я близорукой, у меня минус три, минус четыре глаза. Я не вижу через метр. Я даже через метр не вижу, какого цвета глаза у людей, красивый или некрасивый. Но облик я увидела, чёрное пальто и жёлтый биркин. И так как я знаю, что жёлтый биркин есть только у Яны в ПАДВА, потому что она показывала в одном своём видео, я такая поняла, что это она идёт. Я резко свернула налево под портичи. И знаете, что ПАДВА есть портичи. Это бывшие века, столетиями назад специально делали портичи, чтобы тогда не было ещё зонтиков от дождей, чтобы укрываться. Я пошла туда, в сторону витрины Массима Дути. И она тоже перешла на эту сторону, встала передо мной и начала говорить. Ну, про себя думала. Подумала вначале, что она хочет извиниться, что она хочет поговорить на эту тему, то, что случилось, сыр-бор, грязные сплетни. Не знаю, почему. Я, наверное, хороший человек, всегда надеюсь на хорошее. Она начала говорить о совести, переписке и всё такое. Тут я поняла, что она блефует, потому что переписка-то есть. Не переживайте. Я просто сейчас болею, у меня грипп или что, не знаю. Вот сейчас тоже немножко плохо себя почувствовала, но всё равно вышла, чтобы сделать это видео. Я не хочу снимать, как она, видео дома, потому что, вы знаете, вот вчера только мой римлянин прислал видео из Фейсбука. Фейсбука итальянского мне. Наша знакомая, которая всё время, каждую пятницу, со своим мужем раньше ходила в суши-су. У них был собственный персональный стол. Они всё время там пятницу проводили, потому что в суши-су по пятницам ещё музыка раньше была. Теперь, конечно, нету до двух часов. Там было весело. Там был настоящий японский повар, поэтому я не люблю ходить в суши китайские. Боюсь отравиться. Я ходила туда. Очень дорого, но очень приятно, комфортно, уютно. А мой знакомый хозяин итальянец. И она написала, сделала видеообращение в Инстаграме и Фейсбуке, что понедельник залетели, во время ужина трое в масках с пистолетами. И сделали ограбление дома, забрали всё, всё, что ценное. Поэтому, девчонки, я никому не советую делать видео из дома или близко от дома. Лучше всегда делать в барах, на улице, в бутиках, в кафе, где угодно, но только не из дома. Так что это была очень неприятная новость, потому что это девушка моих лет, женщина с мужем. Она такая очень секси, интересная девушка, худенькая, стройненькая, модненькая всегда. И мне было жаль услышать это её видеообращение на итальянском языке. Так вот она встала, я свернула налево под кортичи, она тоже свернула и встала передо мной и начала говорить. Ну, я думаю, ладно, хрен с ней, пусть говорит про совесть и раду. Ну, я поняла потом, что это у неё блеф, потому что она очень классный психолог. Она изучила всё, она, наверное, готовилась, что она надеялась, что когда-нибудь меня увидит. Потому что она мне обещала ещё неделю назад, что она сделает видеообращение, чтобы расставить все точки над «и», типа, что это не она, что это вот злобный, зловонный русскоязычный ютуб во всём виноват, все такие злобные, зловонные люди, русскоязычные и всё такое. К чему относимся и я, потому что я тоже русскоязычная, хотя я казашка, но я говорю на русском больше. Поэтому потом, где-то через 40 минут, час я поняла, что это она устроила специально, хотя я ей не доверяю. То, что она сказала, я поняла, что она блефует, надеясь на то, что я никогда не выложу эту переписку. И этим самым она говорила, там в этой переписке ничего такого страшного нету, в этой переписке есть всё, девчонки. И не переживайте, просто я ещё должна сходить к адвокату, посоветоваться конкретно, спокойно, потому что я больше не хочу в омут бросаться головою, не хочу в эту яму бесконечную, болото, кидаться, как все другие, в этой склоке, в эту мышиную возню. Меня это не касается. Это как с меня, как с гуся в вода. Я живу собственной реалистичной жизнью, в реальности. У меня свои интересы, у меня своя любовь, у меня своя внучка, у меня свой сын, у меня другие интересы в жизни. Я 53 года прожила без Ютуба и спокойно проживу ещё 53 года, до 110 лет. Потому что я живучая. Видите, за два дня почти вылечилась. Поэтому, девчонки, только что мне одна зрительница написала, что она вот на своём канале сейчас всю эту тему обсуждает, что она специально встала. Ну и хай с ней, флаг ей в руки, пусть она куда хочет туда и пишет. Я спокойно-то проживу. Но прежде чем уйти, я сделаю эту переписку, выложу где-нибудь. Хотя мне это неинтересно даже выкладывать. Я не хочу даже. Я даже забыла про всё это. Потому что я не злопамятный человек, вообще не обидчивый. У меня философия буддистская, на обидчивых воду носят, на обиженных. Я никогда не держу зла ни на кого, потому что никто никого не убил. Ничего страшного не случилось. Какие-то ютуберские, блогерские разборки с её стороны, не с моей стороны. Потому что я уже чихнула с высокой горы на всё это, то, что она там разложила свои сети, свои трапалы, свою травлю против меня. Надеюсь, что я сойду с блогерского пути из Падоя, как она мне угрожала, что я не буду блогером в Падоя. Когда у меня будет тысяча подписчиков, она бросит бомбу. Она будет каждый день мне капать там на моём канале, на своём канале, не знаю где, чтобы только меня выжить. Но, кстати, между прочим, если бы я была какая-то фраджилия персона с очень слабой психикой, меня бы это убило, то, что она понаписала, потому что никому, ни одной русскоязычной женщине нету никакого интереса хаять меня таким, травить меня таким грязным способом. Поверьте мне, чтобы вот так вот грязно травить, нужна причина, нужна мотивация по-итальянски. Когда кого-то убивают, ищут мотивацию детективы и полицейские, потому что, чтобы произошло убийство, нужен мотив. Как это называется? Ой, иногда забывая простые русские слова. Поэтому девчонки... Ой, рука устала. Поэтому девчонки... Я даже улицу не хочу показывать. Это очень... Я ей абсолютно больше не доверяю, потому что я всю жизнь думала, я знаю, где-то лет 15, наверное, лет 12. Я даже помнила её ребёнка первого. Мы были на день рождения у одной нашей общей знакомой, приятельницы. Я даже, когда начали её травить, я написала всем, доставьте вы её покой. Она хорошая, состоятельная. На самом деле у неё всё есть. Заступилась за неё. Думаю, боже мой. Когда она мне перезвонила, я говорю, я тебя понимаю, тебя так травят твои хейтеры. Это же ужас. Ещё надо же нервы иметь, чтобы всё это выдержать. Кстати, в Италии несколько подростков покончили самоубийством за травлю в Фейсбуке. Кто живёт уже 20 лет в Италии, они слышали эти новости. 12-14 лет подростки. Девочки, мальчики, которые самоубийством закончили. Их мамы до сих пор плачут. Поэтому будьте осторожны с этими травлями. Меня-то не пробить. Я... С меня как с гуся вода. Я просто смеюсь в ответ на такую травлю. Потому что я живу своей жизнью реалистичной. У меня нет вот этой вот цели сделать плохо Яне или выжить её как конкурентку. У меня слова «конкурентка» нету. Потому что в моей жизни нету конкуренции. И потом я ей не конкурентка. Только потому что я живу в Падуе. Это не значит, что я ей конкурентка, девчонки. Поэтому я вот смотрю все эти комменты, всё это. Я смеюсь. Мне смешно, девчонки. Мне не трагично, не грустно. Да, вначале было чуть-чуть грустинка напала. Но потом подумала, господи, но это же не моя жизнь. Это YouTube. Это просто разговоры. Это воздух. Это же меня как бы вот прямо вот физически это меня не касается. Потому что, во-первых, всё это неправда. Во-вторых, это просто травля. И ради чего? Травля ради чего? Чтобы капали какие-то деньги с рекламой. YouTube. Я не понимаю. Ведь она такая состоятельная. Во всяком случае была. Может, она сейчас обеднела, я не знаю. Я прожила без YouTube 20 лет в Италии и 33 года в Казахстане и в России. Я не умерла без YouTube. И не умру. Потому что YouTube – это YouTube. Это виртуальный мир. Жизнь – это жизнь. Это совсем другое. Я не смешиваю два этих разных мира. У меня хватает мозгов не смешивать. Поэтому, девчонки, пусть что хочет она делает. Как одна её хейтера… А, это видео для хейтеров в реальности. Как одна хейтера написала, что мы обе такие хитрые, что мы обе такой подготовились и специально сделали такой спектакль. Там, не знаю, короче. Боже мой, каждый человек судится в своей колокольне. Никакой спектакль я не готовила и не собиралась готовить. Я вообще про неё забыла. У меня каждый день свои события. Плюс простуда. Я вообще… Я сейчас больше переживаю о том, что началась опять эта пандемия. 15 тысяч новых выявленных заражённых. 127 вчера погибли пациентов. И что закроет обратно на карантин. И я не увижу свою внучку. Потому что внучка-то не со мной живёт. Она живёт в другом конце города. Поэтому я за это больше переживаю. Потому что Мелисса мне нужна как воздух. Не я она мне нужна с её сплетнями, с её ловушками, с её хитрым блефом. Там всякими, я не знаю. Она думает, что она самая хитрая. На всякого хитреца есть своя ловца. Как так, по-моему, говорится, да, в итальянской… Ой, в русской поговорке. И потом говорит про совесть. Русская народная присказка. Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала бы. Я, конечно, не опущусь до степени её. Она же мне специально провоцирует. Дай, выложи эту переписку. Она сама будет не рада, если я на самом деле выложу. Разозлюсь, я не злюсь никогда. Я всегда смеюсь. Но если я один раз разозлюсь, то не сладко будет от этой переписки. Весь Ютуб, по её словам, русскоязычный. И это есть переписки. Зловонные, злобные. Туда мы входим все. Я, вы, все зрители. Мы все ходим. Все 15 республик. Все девчонки, которые живут в Европе. Все-все мы входим. Понимаете? Поэтому оскорбление за оскорблением. Не только меня, но и весь русскоязычный народ. Честной. Всем привет. Особенно хейтерам. Продолжение следует.